Научи, пожалуйста, Элу выращивать лимоны, а то чай есть с кем пить, но не с чем. Именно тебе лишь бы выпить. Сергей говорит, у вас удивительные лимоны растут. Не лимоны, а цитроны. Ну, цитроны. А какая, кстати, разница? У нас растут разные цитрусовые цитроны, лимоны, мандарины, апельсины. Очень много видов, разновидностей, тем более в последние десятилетия выведено очень много сортов, как цитронов, так и лимонов, мандарин и так далее. Но все эти растения объединяют то, что они родственники, относятся к одному семейству цитрусовые. И растут, как правило, в тропиках и субтропиках. И поэтому при выращивании в домашних условиях или в оранжерейных условиях необходимо проводить определенные мероприятия. А что касается разницы, то каждый сорт лимона отличается, во-первых, размерами плода, вкусовыми качествами. То же самое касается и цитронов. Сергей, а какие виды цитронов у тебя есть? И чем они интересны? В нашей коллекции 20 видов цитрусовых. Разные виды лимонов. Это лимон пандероза. Вот, кстати, у него плоды очень крупные. Средний вес более килограмма. Но у этого сорта очень толстая кожура. Также есть лимоны, так скажем, наиболее известные. Павловские, лимон мейера. У нас также растет лайм, цитрофортунелла, кумкват. Очень много разных видов. В том числе растет у нас мандарин, апельсины два вида. Конечно же, все они отличаются друг от друга. Чем отличаются? Ну, во-первых, тем, что лимоны цветут и дают урожай круглый год. То есть в одно и то же время на одном растении можно увидеть цветы, молодые завязи и уже зрелые плоды. Причем плоды зреют довольно долго, около 9 месяцев. И в отличие от многих других растений, например, от наших, яблонь, груш, на которых плоды обычно созревают, осыпаются, то на лимоне плоды могут висеть, не осыпаясь, 2-3 и более лет. Кстати, именно поэтому, приобретая лимоны в магазине, нужно давать именно тем предпочтение плодам, которые имеют немножко зеленцой, не совсем такие желтые. Потому что если такие ярко-желтые, то эти плоды могут... Ну, выросли они много лет назад, само собой, в них меньше сока. В них меньше витаминов. Какой из них самый редкий и экзотичный? Мандарины, например, цветут только один раз в год в весеннее время и осенью на них созревают урожай. В принципе, этим они и отличаются. Конечно же, у них сходные условия содержания. Сергей, я слышал, что цитрусовые зимой любят прохладу. Для этого их в прохладное помещение нужно выносить. Правда ли это? Да, конечно. Цитрусовые растения субтропические. А в субтропиках, в отличие от тропиков, где температура в течение всего года одинаковая, зимой наблюдается ее понижение. Поэтому в процессе эволюции за многие миллионы лет эти растения приспособились к тому, что они зимой немного отдыхают. Поэтому при выращивании в домашних условиях, в офисе, где они у вас растут, необходимо в зимний период, а ведь именно зимой, короткие дни, самое неблагоприятное условие, необходимо все цитрусовые и лимоны, цитроны, апельсины, мандарины поставить в более прохладное место, но в то же время светлое. Но идеальность температуры воздуха будет около плюс 15 градусов тепла. При более высокой температуре, например, 25 градусов тепла и выше, они будут испытывать дискомфорт. Почему? Ну, зимой у нас работает центральное отопление, которое, как правило, иссушает воздух. Воздух более сухой, и в то же время растения реагируют на сокращение светового дня. Поэтому, если они будут в тепле, то, естественно, если вы держите лимоны в тепле, вообще цитрусовые, цитроны, мандарины и так далее, то необходимо для зимы подсветку. То есть мы продлеваем световой день, ну, хотя бы до 13-14 часов. И если у нас нет возможности подсвечивать, то мы ставим эти растения в более прохладное место, где они отдохнут до начала весны, а затем с новыми силами пойдут в рост, будут свистеть и давать урожай. Кстати, о плодах, Сергей. А нужно создавать какие-то особенные условия для того, чтобы цитрусовые плодоносили? При выращивании цитрусовых в домашних условиях нужно соблюдать главное правило, а именно приобрести комнатный сорт. Это может быть лимон, апельсин, мандарин и так далее. Главная ошибка начинающих цветоводов в том, что, к сожалению, привозят саженцы с юга, пытаются выращивать в домашних условиях. На самом деле ничего из этого не получается. Почему? Тому, как южные лимоны, которые растут, например, в Сочи, они привиты на дикий лимон, который называется довольно сложно, панцирус трифолиата. И именно этому подвою зиму необходимо очень сильное понижение температуры. Само собой, в домашних условиях мы такого понижения сделать не можем, поэтому зимой у нас тепло, и лимоны, привитые на этот панцирус трифолиата, пропадают. Поэтому очень важно приобрести именно комнатные сорта. За последние десятилетия селекционеры потрудились над этим и вывели огромное количество сортов всевозможных цитрусовых, которые успешно можно выращивать в домашних условиях. То есть они приспособлены именно к нашим домашним условиям. Если вы приобретете именно комнатный сорт, то уже успех гарантирован. Сергей, я не поняла, домашний лимон плодоносит круглый год или в определенное время година? Если мы возьмем цитрусовые, туда входят лимоны, цитроны, апельсины, мандарины, то из всех цитрусовых лимоны дают урожай в течение всего года. То есть в одно и то же время на одном растении мы можем увидеть, как цветы, молодые завязи, молодые плоды, спелые плоды. Причем плоды зреют до 9 месяцев. То есть он дает урожая круглый год, но все-таки наблюдается как бы волнами. То есть лимон обильно цветет, завязываются плоды, немного он отдыхает. То есть в течение всего года наблюдаются такие волны плодоношения. Естественно, самое обильное цветение в весеннее время. После зимы растение отдохнуло и, в принципе, находится в стрессе. Из-за нехватки освещения, когда световой день прибавляется, растения тоже радуются. Они реагируют на то, что световой день прибавляется, больше солнышка. И поэтому самое обильное цветение именно в весеннее время. И самый большой урожай осенью, спустя 9 месяцев. Сергей, а если я хочу выращивать лимон из-за красивой листвы и просто посажу семечко, что будет? Ну, если ты хочешь выращивать из-за красивой листвы, то можешь посеять семена. Вообще, если мы высеваем семена обычным способом, мы берем обычный горшок небольшой, насыпаем грунт, высеваем семена. Только они сходят довольно долго. Почему? В каждом семени зародыш недоразвитый. Даже если ты берёшь тот лимон, который продаёт у нас в магазине. Если ты, конечно, посеешь эти семена, этого лимона, то семена не сохраняют признаков материнского растения. То есть ты не получишь таких плодов в будущем. Например, почему мы прививаем яблонь или покупаем саженцы яблонь и груш привитые? Почему мы не сажаем их семенами? Потому что семена не передают признаки материнского растения. Поэтому, если ты будешь выращивать из семян, то да, у тебя вырастет деревце, которое будет именно радовать тебя своей зелёной листвой. Причём, если тебе повезёт, то примерно через 15, 18 или 20 лет это растение зацветёт и даст урожай. Но плодики будут маленькие, кисленькие, невзрачные. Но, тем не менее, эти растения тоже будут давать урожай. Но, само собой, плоды будут отличаться, конечно, по качеству от сортовых лимонов. Именно поэтому все цитрусовые размножают вегетативным способом. То есть либо черенком, либо воздушными отводками. Ведь именно в этом случае передаются признаки материнского растения. Продолжение следует... Приобрести саженец — это полдела. Очень важно подобрать для него посуду, именно нужно. Ну, наше желание, конечно, понятно. Если мы приобретаем маленький саженец, нам хочется посадить его в большую посуду, большой объём почвы. Нам кажется, что чем больше почвы, тем ему будет лучше. На самом деле это большая ошибка именно начинающих цветоводов. Для такого саженца мы должны подобрать посуду, ну, немного больше этого, на полтора-два сантиметра. Вот такой горшочек будет вполне для него подходить. В больший горшок сажать нельзя. Почему? Если мы такой саженец посадим в большой объём посуды, ну, там, например, в 10 или более литров, что произойдёт? При переливе часть грунта закиснет, и растение пропадёт. То есть нужно подбирать чуть большую посуду для того, чтобы корневая система успевала в кратчайшие сроки охватить весь ком земли. И уже затем, ну, как правило, весной или в начале лета, мы проводим пересадку в горшок чуть большего размера, ну, не более чем на 2 сантиметра в диаметре больше предыдущего горшка. Сергей, кроме Эллы меня мучает один вопрос. Что это за штуковина? Это, кстати, один из способов вегетативного размножения лимонов. Называется он способ размножения воздушными отводками. Ну, иногда бывает как, что мы выращиваем лимон, его просто упустили, и у него обновитка, допустим, стала длиннее остальных, то есть некрасивая. Само собой срезать и выкидывать её жалко, можно её укоренить. Что мы делаем? Берём нож канцелярский и снимаем кору кольцом. Ну, шириной примерно 1 сантиметр. На это место, где мы сняли эту кору, одеваем либо горшок, предварительно разрезав его вдоль, либо, ну, пластиковую бутылку. В это место сверху мы обматываем скотчем, заполняем обычным грунтом для аккумулятых растений и поливаем. Примерно через полтора, два, иногда больше месяцев эта ветка укоренится. А наличие корней мы можем увидеть сквозь прозрачные стенки пластиковой бутылки или, допустим, если это прозрачный горшок. После этого мы в нижней части секатором эту ветку отрезаем. Аккуратно разрезаем или горшок, или пластиковую бутылку. И у нас что образуется? Укоренённый саженец ветка с комом земли, который пронизан корневой системой лимона. Подбираем горшок, не очень большой, высаживаем это растение, и мы получаем за короткий период, то есть за полтора-два месяца, большую укоренённую ветвь. Причём на ней даже могут быть цветы и плоды. Плоды не опадают. То есть мы получаем за короткое время саженец, на выращивание которого из маленького черенка у нас ушло бы два, три или более лет. Причём размножать таким способом, способом воздушных отводков, можно не только кумутные лимоны, но и многие кустарники, которые растут в нашем саду. Если ветви располагаются низко к земле, то можно снять кольцом кору и просто пришпилить их к земле. Но в случае, если ветки находятся на большой высоте, само собой мы их не можем к земле прыгнуть, но прямо на этих ветках устанавливаем горшок либо пластиковую бутылку, заполняем землю и тоже получаем саженцы прямо на этом растении. Способ очень удобный для размножения многих культур, как комнатных, так и садовых.